мозга-мышления, и я эту историю использую внутри, рассказываю про холодное мышление, почему горячее приводит к ошибкам и так далее, в общем, короче говоря, использую весь веграунд мировой психофизиологической мысли для того, чтобы на наших детей произвести какое-то должное педагогическое воздействие. Я понимаю, что, конечно, надо сейчас быть большим героем для того, чтобы воспитывать детей, потому что раньше рождение и воспитание детей было делом программированным, у меня было вообще ощущение, что все люди на нерест они идут, то есть они должны дойти вверх. Почему? Потому что вся социальная жизнь была устроена таким образом, что мы должны были родить детей, воспитать их достойными членами советского общества и так далее и тому подобное, и это работало как такая внутренняя программа, которая была вложена в людей, и то, что они заводили детей, было, так сказать, такой их необходимостью. То есть вот сейчас меня часто спрашивают, например, а вот если я не хочу детей, я должна заводить детей? Вот. Раньше нельзя, ну, как бы не хотеть детей было невозможно, потому что у вас была конструкция, хочешь не хочешь, нравится не нравится, рожай моя красавица. Вот. Да. А сейчас вот появляется такая альтернатива, что, в общем, можно жить одному, можно не иметь детей, можно, ну, вообще просто жить в собственное удовольствие, как-то развлекаться там и так далее. Потому что дети, в конечном счете, это, конечно, ну, просто взятый на нас, на каждого из нас такой, ну, просто работа. Ну, вот. Потому что если раньше мы детей продавали, вот, еще не так давно, вот, дети продавались, ну, то есть мы или их использовали в хозяйстве, вот, или продавали куда-нибудь, вот, чтобы они в других хозяйствах по-другому использовались. Вот. Сейчас ситуация такая, что вы рождаете ребенка в мир, он формируется до своего пубертата, и после этого он говорит спасибо вам большое, я еще, конечно, потерплю 4-5 лет, пока не будет паспорта, но в целом уже знаешь, что он у меня есть. А, ну, паспорт у них сейчас в 14 лет есть, да, а, ну, как бы, в целом, ну, до 18, в общем, какая-то там неполноценность юридическая, вот, я не говорю про умственную, вот, это отдельный вопрос, вот, там до полноценности еще идти и идти, вот, и то нет гарантии, вот, что она завершится, да, вот, и поэтому, конечно, сейчас это просто взятая на себя такое человеческое обязательство ради очень такого небольшого, вроде бы, удовольствия знать, что вот есть такое существо, которое ты просто любишь, потому что не можешь не любить, и что бы оно ни творило, оно все равно для тебя самое милое, замечательное существо. Ну, вот, у кого есть это желание иметь такое существо, вот, те детей будут заводить дальше, вот, в целом, о, я придумал, про что расскажу, значит, да, вот, есть про детей, про заводить, вот, я же все занимаюсь будущим, те, кто не в курсе, вот, готовлюсь в 4-й мировой, вот, даже я в ней участвую, я бы сказал, вот, но пока просто линия фронта пролегает в неочевидных территориях, вот, и если говорить просто про рождение детей, чтобы мы тоже понимали, их производство, конечно, скоро станет делом технологическим, вот, есть два аспекта, первый связан с генной инженерией и возможностью формирования тех или иных качеств у ребенка до момента его рождения, то есть на моменте его зачатия, то есть когда мужская и женская клетки соединяются для того, чтобы породить, значит, новую жизнь, можно провести редактирование генома, вот, и наши китайские коллеги, несмотря на мировой запрет подобных действий, уже сделали не один из таких, не один эксперимент, вот, самое известное, это когда двух девочек сделали, значит, ВИЧ-резистентными, у них отец страдает ВИЧ, это не является показанием вот генной инженерии, но вот решили, значит, такую историю сделать и им модифицировали их лимфоциты, вот, и гены, которые регулируют, соответственно, рецепторный аппарат, который отвечает потом за поражение вирусом ВИЧ, вот, и они никогда не заболеют раком, вот, и в целом это твой ВИЧ, да, и это очень милая штука, ну, вот, представьте, что вы можете гарантировать своего ребенку, что он не заболеет, там, ВИЧ, ну, вот, что у него рака не будет, что у него алкоголизма не будет, что у него, там, еще ничего-то не будет, вы как поступите? Что вы говорите? Выберите такой вариант. Ну, вот, я бы как родитель тоже поступил ровно таким же образом, вот, проблема состоит в том, что понятно, что на государственном уровне это все будет максимально сейчас ограничиваться, потому что это способно породить абсолютную ханалию всего происходящего, вот, и, но Китай, ему закон не писан, у него цифрозависимые сидят в лагерях, я сейчас на вас внимательно на всех смотрю, вот, да, значит, а генная инженерия, она идет впереди планеты всей там, и, в общем, можно родить генномодифицированных детей, но это не все, я просто про что еще хотел сказать, что в целом можно же будет напечатать матку, вот, которая создаст, ну, мы знаем, что большое значение формирования ребенка имеет не только генетические факторы, а эпигенетические факторы, то есть пока мама вынашивает плод, да, вот, плод сам же формируется и проходит через определенные реперные точки, когда у него формируются, закладываются разные, как бы, части, так сказать, этого будущего человека, вот, вот, и от того, как мама себя чувствует, как себя она ведет, в каких состояниях она оказывается, все это влияет в эти критические точки на формирование будущего человека, ну, вот, и теперь представьте, что можно создать идеальный инкубатор, который будет создавать плод, значит, и не будет никакого вот этого случайного влияния материнских реакций на формирование плода, ну, вот, то есть можно родить ребеночка генетически здорового и, как бы, вскормленного в нормальном, в хорошем, в идеальном, так сказать, мире, вот, кто откажется? И еще рожать не надо, я замечу, мужикам все равно, а девушки, они меня понимают, вот, да, значит, поэтому, в общем, все это будет вообще превратиться в такую технологию, вот, если вы вспомните Хаксли, дивный мир, новый дивный мир, то там, собственно, тоже детей как-то по какой-то программе там производили, я уже сейчас деталей не помню, но вот тоже, и более того, им сразу предписывались качества, вот, и это тоже будет возможно, значит, это как в муравейнике, понимаете, все, 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 или вулии, когда там все распределены, весь распределен функционалом, если вы можете на генетическом уровне влиять на будущий плод, то вы тоже можете определять его функционалом, не хватает таких людей произведите таких, не хватает таких произведите сяких, ну, вот, в общем, то, что раньше касалось научной фантастики, сейчас все меньше и меньше такое кажется, там есть куча ограничений, куча проблем, там, и так далее, я сейчас говорю про тренд, значит, вот, когда начинаются некие тренды, значит, это в какой-то момент будет, может быть, не совсем так, как вы себе представляли, вот, я думаю, что вы все, был такой, в советское время был такой писатель, он что-то писал книги, вот, про Алису куда-то из будущего, Киркер Булычев, вот, вот, и там, например, у него был видеотелефон, вот, чудо техники невероятные, столь, через сто лет, да, вот, и вы все, наверное, себе, кто читал это безобразие, представляли себе как-то это, но никогда не думали, что это был бня, который так достали, а, нормально, все, да, вот, да, значит, ну, как бы, появляется некий тренд, да, в учебе уже появился тренд передачи на большие расстояния, некого информационного содержания, в общем, самыми разными способами, вот, то, ну, как бы, дальше понятно, что вот это происходит, и я, скорее, говорю о трендах, ну, вот, говорю о рисках, и говорю о том, что вполне возможно, что мы окажемся в конструкции, что данные технологии будут доступны просто очень ограниченному количеству людей, тоже такой вариант нельзя исключать, вот, что-то я вам про детей здесь рассказал, да, про роды, вот, вот, да, да, но очень короче говоря, вот, а, да, заведение детей, это такое дело, вот, я все время говорю, когда вы рождаете ребенка, главное, что, что вы должны просто поклясться себе, что вы его не трудоустраиваете, вот, то, что проблема состоит в том, что вообще дети обычно трудоустраиваются на момент зачатия, ну, то есть, для, в ряде случаев они служат поводом к заключению брака, вот, и у них такая задача, принудить, так сказать, как это, принуждение к миру мужика, мужика принудили к миру с помощью зачатия, вот, дальше он выполняет функцию, мы же не можем разойтись, потому что у нас же дети, потом он выполняет функцию, там, я не знаю, я ж мать, вот, а вы что ж, ну, вот, и так далее, ну, то есть, у него куча всякого функционала, вот, заканчивается его, конечно, трудоустройство стаканом воды, вот, который в вашем виртуальном будущем, значит, будет реализован, значит, с помощью, поверьте мне, домашнего робота, который просто тихо вольет вам все, что вам нужно, через клизму, вероятно, вода к вам придет, вот, потому что чего даром, так сказать, время терять. Вода все равно из прямой кишки выставится, поэтому он прям может туда играть, вот, да, значит, вот, главное, чтобы вы его не трудоустраивали на входе, чтобы вы его, вот, покупали, чтобы вы его рожали ради вот этого простого ощущения, что у вас есть существо, с которым у вас есть близость, и задача следующая родительству в том, чтобы эту близость не потерять, вот, потому что и старый млад хорошо знает, что близость с родителями это одна из самых наших главных мечт, и для львиной доли людей мечта так и не осуществившаяся. У меня есть книжка «Исправь свое детство», вот, она в свое время была, я ее первый написал, вот, она как раз про наши какие-то нажитые психологические комплексы, которые мы сформировали в родительской семье, и которые потом влияют на нашу жизнь, вот, и в этом смысле «Счастливый ребенок» — это книга, которая, как бы, рассказывает о том, как сделать так, чтобы с нашими детьми не было так, как было с нами, вот, чтобы мы были хорошими родителями и пережили опыт счастливого родительства, а счастливое родительство без наличия эмоциональной связи с ребенком — это невозможно. Но вот настало ужасное время, и почему мне пришлось написать новые главы в книгу «Счастливый ребенок», потому что в новом времени все сложнее и сложнее сформировать с нашими детьми эмоциональную связь, вот, потому что они формируют эмоциональную связь с гаджетами и вообще просто с информацией. Информация очень ценный для мозга ресурс, вот, от того, сколько у вас информации зависит в природе, насколько у вас велики шансы выжить, вот, понятно, потому что каждое животное сидит и не дурака валяется на пушке или на ветке, а оглядывается вокруг для того, чтобы первыми увидеть приближающуюся опасность, первыми увидеть пищу и так далее, и так далее. Это увидеть и есть распознавание информации, поэтому мы жадны до информации, у нас встроен в нас такой механизм, если есть информация, жри ее, вот, а сейчас, значит, так случилось, чтобы возникло большое количество агентов, производящих информацию для того, чтобы мы ее сожрали. И дальше эти агенты начали еще с друг другом конкурировать. Еще не так давно был, в общем, очень ограниченный спектр воздействия на людей с точки зрения информации. То есть можно было, ну, условно, показать им телевизионную программу, дать им книжку почитать, радио послушать, там, и так далее. Вот, потом этих каналов стало множество, потом дальше появляется интернет и так далее, и так далее. И дальше доступ к человеку у производителей контента оказывается бесшовный. То есть вы, производитель контента, вы кто такие, блогеры? Я блогер. Мне самого холодно в душе, когда я это говорю, ну, правда? Вот, да, ну, там, люди включают с чего-нибудь, а им вываливается там реклама какая-нибудь, и они начинают это смотреть, и они начинают это смотреть, и просто доступ к информации стал бесшовный. То есть если раньше надо было, ну, дождаться, когда тебе по телевизору покажут эту «Спокойной ночи, малыши», или, я помню, знаете, вот это сейчас, фильм на советском телевидении показывали один, его, по-моему, показывали в пятницу после программы «Время». То есть я вот помню, как семья готовилась к просмотру телефильм, и я помню, спросил, а, ну, я смотрел только «Спокойной ночи, малыши», как и положено, 15 минут в день, все в нормальное экранное время, вот, да, что, может быть, как-то можно посмотреть и фильм, на что мне сказали, нет, это только для взрослых. Вот, значит, да, и вот, ну, просто был такой же, как бы такая подготовка была в семье к фильму, что было понятно, что там что-то вообще невероятное, вот, я могу себе представить, это советское кино, которое они смотрели, вот, и я уже плачу заранее, ну, вот, но их это дико увлекало, потому что любые обезьяны любят информацию, вот, и если вот она такая, они жрут такую, вот, сейчас вот этот доступ к нашим мозгам прямой, да, то есть эта информация у нас обрушивается со всех сторон, и из-за этого мы находимся в постоянном режиме ее потребления, вот, и мы устаем. Усталость наша от потребления информации приводит к тому, что мы все меньше и меньше можем потреблять информацию, требующую нашего внимания и вовлечения. Что такое книга? Значит, книгу вы должны взять, вы должны ее открыть, там есть буквы, много букв, их надо все складывать, вот, и так далее, вот, а есть другой вариант, вы нажимаете, и книга вам сама говорит что-нибудь в уши, вот, Саша, вон, моими книгами говорит, вот, аудиоверсиями, вот, или оно экранизируется, или еще что-то там, и так далее, вот, и в результате, из-за того, что у нас нет сил на сложное, мы становимся жертвами примитивного контента. То есть, чем дальше вот он примитивнее, тем примитивнее. Знаете, вот еще вот я помню, когда я начинал только работу на телевидении, если вы посмотрите мою программу, она вообще на самом деле, это доктор Корбатов был, вот, значит, она вообще требует как-то вовлечения, надо себе представлять, что там эти люди, они что-то там разговаривают о чем-то там, ну, как бы вообще о чем-то не ясном, ну, потому что, ну, про что там у нее, что там у него, почему он это говорит, вообще все, вот, ну, требует, так сказать, вот, это не слух и скандалы расследования, которые появились после, вот, где сразу подробно объясняется все в деталях и показывается, так сказать, съемка скрытой камерой, вот, да, и сейчас вот, собственно говоря, все вот от этой сложности приходится все более более такому простому, показательному, если вот мы скажем про сериалы, я, если вы, знаете, ну, так немножко в них разбираюсь по ряду субъективных и объективных факторов, вот, и вот последние новости из Голливуда выглядят следующим образом, значит, люди, потребители, они делали это с помощью специального устройства, называется Eye Tracker, вот, то есть это камера, установленная в экране, и вы смотрите сериал, серию, вот, а он следит за поведением ваших глаз, вот, и если ваши глаза начинают куда-то клевать и не концентрируются на экране, это значит, что вы потеряли интерес и, скорее всего, компания потеряла телезрителя, вот, и чтобы этого не происходило, нужно постоянно удерживать внимание, значит, этой обезьяны, чтобы продолжало быть симпатично все продолжающееся, но обезьяна не может уже схватить часовой нарратив, то есть история, которая развивается в течение часа, уже для нашего мозга слишком сложная, то есть говорят, вот случилось то-то и то-то, подожди, через 50 минут это придет к какому-то концу, ну вот, мы не можем уже, ну вот, наше время 10 минут, через 10 минут, чтобы вы не смотрели, ваш глаз начинает клеваться, вот, и дальше, если вы посмотрите самые последние сериалы, то вы увидите, что они состоят из 10-минутных скетчей, то есть это какая-то зарисовка, в которой есть все вводные, будет результат, вот, вы можете не держать арку повествования целиком, вот, вы будете вовлечены, вот, в происходящий некий эх-ух, да, и дальше это будет, о чем была серия, вы не можете вспомнить, мы посмотрели 5 отдельных сюжетов, ну, герои вроде бы знакомые, в целом, Еву все продолжали и продолжали убивать, ну вот, и так далее, ну и как бы, мертвецы продолжали и продолжали ходить, ну там, я не знаю, эти троны продолжали и продолжали играться, вот, престолы, вот, да, и это просто вот набор скетчей, которые вы смотрите, вот, и я просто это к тому, что нам все, 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 все меньше мы способны к потреблению сложно организованного контента, и даже если нам кажется, что мы читаем сложный контент, то мы на самом деле зачастую просто читаем какие-то вот блоки, какие-то блоки, вот, и, общая динамика, она, конечно, в этом смысле, очевидно, будет только все увеличиваться, вот, потому что, представьте, вот вы же сейчас ходите и смотрите, слушаете, все, все время слушается кто-то, вы видели, по улице люди ходят, они идут слушать все время что-то, да, вот, а теперь представьте, что они могут очки надеть, да, и смотреть это, ну, они будут идти, а оно параллельно тут будет смотреться, я вообще представляю, они в машину же начнут скоро с этим водить, вот, надо скорее автопилот везти, вот, чтобы они уже не зависеть от этих, кто там, они едут, смс-ки набирают, я думаю, вы что думаете про свой мозг, он у вас тупой вообще, он не может такого делать, вам просто везет, что он еще у вас есть, следующий поворот может стать для него последним, вот, да, а тут они еще очки понадевают эти, и дополненная реальность, новые очки Facebook уже презентуют, ну, компании Facebook, да, не, не, компания Facebook, это, это не социальные сети, для них социальные сети, это так, осталось одно название, вот, то, что на самом деле собой представляет Facebook, это, конечно, уже мессенджеры, магазины на диване, куча технологических, как бы, так сказать, вещей, вот, и, да, и очки уже последние, которые они презентуют, прекрасные, то есть вам не нужно, они дистанционные, то есть не нужно никакие, как это, провода, да, просто одеваете очки, и дополненная реальность в этих очках вам сообщает, так сказать, куда повернуть, куда пойти, что поделать, ну, вот, что посмотреть, вот, и так далее, вот, да, я, конечно, опасаюсь, что, вот, там, понятно, что всякие на смену, и без того, мягко говоря, несложно организованному Инстаграму приходит ТикТок, ну, вот, но дальше за ТикТоком придет просто, как бы, ну, такая абсолютно дополненная, все время живая, интересная реальность, вот, и в какой момент мы будем думать, я не понимаю, вот, да, значит, вот, соответственно, просто, я еще помню, про что я рассказываю, вот, я рассказываю про что самое важное с детьми наладить эту эмоциональную связь, а это становится все сложнее и сложнее, потому что эмоциональная связь требует времени, требует сил, требует способности реконструирования внутреннего мира другого человека, вот, и так далее, что все сложнее, потому что другой человек это достаточно сложная все-таки система, а если вы привыкли смотреть пятиминутные, впрочем, ТикТок предлагает уже восьмисекундные видео, то понятно, что объем того, что вы можете представить в другом человеке, тоже, в общем, превращается в некий, в некое, в некое подобие просто, вот, про Штирлица был сериал, там, такой-то, такой-то, у Берфюрбер, там, Берфюрбер, характер нордический, вот, ну, как бы, вот примерно такое, вот, как бы, это максимально возможная рекогницировка других людей, и она, конечно, не предполагает эмпатии, взаимного какого-то проникновения, ценности другого человека для нас и так далее. И плюс мы, конечно, живем в мире предельных эгоцентриков. Это очень забавно, потому что, как я писал в свое время в складке времени, мы все больше и больше начинаем быть похожи друг на друга. И вообще это все одинаковое. Одинаковые соцсети, одинаковый принцип выкладывания фотографий, одинаковый способ работы, функционирования и так далее. Одинаковые представления о прекрасном. Мы все абсолютно такие идентичные. Никакого разнообразия в нас нет. И при этом мы дико эгоцентричные. По идее, когда вы все становитесь гомоморфными, вы бы должны были слиться во что-то. Но вот это, я представляю, все превратили в гомоморфность, но каждый ходит с «я». Из гомоморфности высказывает «я». Вопрос «что?», «кто?», «в чем я?». Тут начинается, так сказать, неопределенность. Потому что что-то такое, что мы могли сказать про себя уникально и индивидуально, это крайне-крайне сложно. Вот, да, и, соответственно, вот мы эгоцентрики, и, соответственно, информация нас придавила, и вот вопрос, как сохранить с детьми эмоциональную связь. Вот. Я думаю, что это можно сделать только с самого раннего детства, вот, когда вы последовательно, саг за шагом, всегда объясняете своему ребенку, что он для вас главное, и есть несколько вещей, которые надо делать. Вот. И постепенно понимание к ребенку приходит, не сразу, но вот, но если этот паттерн такой создан, вот, потому что у нас же из огня до в полымя воспитание. Или я тебя люблю, все-все-все-все, значит, во все места целую, делай, что хочешь, вот, или он отбился от рук, сейчас я его организую, все, изобретение, забудь, что ты живешь. Ну вот. Ну как бы, вот это полный трэш. Вот. Задача состоит в том, чтобы ребенок всегда знал, что он представляет для вас настоящую ценность, вот, но при этом есть набор правил, набор ваших позиций, вот, которые не воинственны, но совершенно спокойны, как нечто абсолютно неизыблемое проводятся в жизни. Вот. И если вы можете сохранить доброжелательность с введением правил, которые необходимы для того, чтобы мозг ребенка формировался в естественной среде, формировался здоровым, формировался потенциально умным, там, и так далее, вас ждет счастливое родительство. Вот. Значит, счастливый ребенок, как устроен мозг, параллельно рассказал про все на свете, будущее, матки, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо за внимание. Буду отвечать на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей, меня зовут Эвелина, у меня вопрос очень практический. Я начала смотреть ваши лекции месяца 3 назад, в связи с ней была бы приятная психологическая атмосфера на работе. На самом деле, да, и на самом деле за 2 месяца очень многое удалось понять, но в частности, относительно идентификации, ну, предложенной вами, типологии людей и на типологии мышления. Сейчас следующий этап. Вопрос такой. Как противостоять бульному на работе, так, чтобы тебя не уволили? И на самом деле, вот с учетом того, что, может быть, вы скажете, что методы вот этого конфлайтинга у разных типов разные, как, ну, еще раз повторюсь, противостоять, может, порекомендуете какую-то литературу, ну, или вообще лекцию свою сделаете, это было бы очень хорошо. Спасибо. Ну, вы видите, нету буллинга какого-то универсального, который был бы одинаков для всех. Ну, вот, но товарищи все живы, там никто никого не убил, начался буллинг. Детеныш там, все, я действовал баюкивающе. Вот, значит, да, вот, да, поэтому нету универсального буллинга и нету универсальных правил. Ну, вот, на самом деле, то, что этот буллинг будет развиваться и он будет становиться все более драматическим, это факт медицинский, потому что он вытекает как раз из-за эгоцентричности и из-за отсутствия полноценных социальных отношений. Если вы посмотрите социальные, если вы посмотрите американские школы, то американские школы специальные занятия для детей, которым рассказывают, что такое буллинг, как его избегать, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, у нас страна такая, пока всем голову не отвинтят, мы не всполыхнемся, но, вот, но, как бы, и буллинг будет нарастать везде, и, как бы сказать, во всех коллективах, и детских, и взрослых, там, и так далее, поэтому, ну, нету здесь общей реакции, общего ответа, ну, вот, ну, я считаю, что есть важный принцип, который вы должны понять, вы никогда не сможете изменить других людей. Значит, других людей меняют только обстоятельства. Ну, то есть, если мы представим, что вы закажете, например, какую-нибудь бригаду, которая приедет с автоматами и приставит ее колбом ваших сотрудников, вот, то буллинг может мгновенно прекратиться. Вот, потому что на людей воздействуют обстоятельства, да, а не какие-то там увещевания и прочее, и прочее. Ну, вот, эти обстоятельства могут быть разными, и важно понимать, что вы сами являетесь обстоятельством, которое влияет на поведение других людей. Вот, ну, вообще, вот в этом главный рецепт. Если вы способны стать другим обстоятельством для этих людей, то вероятность того, что они будут вести себя иначе, увеличивается. Если вы не в силах стать настолько значимым для них другим обстоятельством, чтобы они изменили свою модель поведения, вам нужно изменить круг общения с этим, ну, просто поменять. Если вы знаете, есть 10 правил доктора Курпатова, и одно из предпоследних гласит, никогда не тратите время на людей, которым вы безразличны, особенно тем, если они вас не любят. Вот. Ну, на счастье, мы сейчас имеем возможность выбирать, вот, поэтому, если ситуация такова, то, ну, вот, я бы делал соответствующие орг-выводы. Следующий вопрос. Здравствуйте, Андрей. Много раз слышал в ваших поступлениях о том, что существует предвидовая агрессия, вот, как бы размышлял на эту тему, и как бы могла задать вопрос, а не может быть это всего лишь разница взглядов и разница в движении, мозг защищает свое убеждение, в связи с тем, что не надо переставиться, а практически как бы вырабатывает, ну, что-то вырабатывает, что вызывает такую агрессию, и получается, по-моему, такое мнение, что в результате вызывает агрессию. Спасибо за вопрос. Значит, вы абсолютно правильно говорите про механизм. Конечно, когда мы сталкиваемся с людьми, у которых нейронная сеть устроена, так скажем, с другим содержательным выхлопом, да, то есть, мы придерживаемся разных взглядов, не потому, что у нас такие разные взгляды, а потому, что просто у этих нейроны замкнуло в такую цепь, а у этих нейроны замкнуло в такую цепь. И две глупые нейронные цепи выясняют, какая из них правее, хотя правости в них не может быть в принципе, потому что они просто набор бегущих импульсов. Вот, когда я говорю про внутривидовую агрессию, я имею в виду другое. И здесь я вам бы порекомендовал книгу Конрада Лоренца у ряда Нагридской премии, она называется «Агрессия» или так называемое зло, в которой он подробно описывает механизмы формирования внутривидовой агрессии у любых животных, вот, как наш эволюционный механизм, который обеспечивает целый набор всяких разных действий, включая возможность расселения, вот, потому что если бы животные жили друг с другом в мире и радости, у них бы не было никакой необходимости разъезжаться, вот, и, соответственно, все животные, которые были настолько миролюбивы, чтобы терпеть друг друга, вот, они все вымерли, потому что не вымирают только те, кто максимально друг от друга отъезжают. Если у вас что-то случилось там в Африке, часть ваших родственников предварительно уехала в Австралию, потому что у вас с ними сильная агрессия, вот, то они выживут и вид выживет, вот, поэтому задача внутривитовой агрессии, она как раз в распространении генов на более широкие территории, вот, и это генетически работающий в нас механизм, вот, я, к сожалению, ну, к счастью для себя, как для исследователя, к сожалению, потому что это все не очень приятные вещи, вот, занимался феноменом так называемой групповой изоляции, да, это когда несколько людей вместе сажаются в одну бочку, ну, мы называли это бочкой, вообще, это просто, ну, ну, в общем, экспериментальный отсек, в котором находятся люди и на протяжении многих-многих дней находятся вместе и решают определенные задачи, там, и так далее, в армии, в армии это делается, потому что вы понимаете подводники, вы понимаете международные экипажи, вот, был такой проект, ну, там он криво-косо, насколько я знаю, прошел вот этот Марс, когда они, значит, 600 дней, типа, жили, значит, в своей команде якобы на Марсе, вот, и так далее, значит, и я вам могу четко сказать, внутривидовая агрессия существует, значит, по мере того, как вы все дольше и дольше находитесь с одним и тем же человеком в камере, вы хотите все больше и больше его убить, вот, вас начинает раздражать, как он чавкает, как он дышит, как он пукает, как вы, ну, то есть вообще все, что он начинает производить, вот, приводит вас в состояние просто истерического припадка, вот, и это не вопрос убеждений, а это потому, что вам уже пора расселиться, вот, внутривидовая агрессия говорит вам довольна, давайте поедем каждый по своим квартирам, поэтому, ну, такой механизм существует, он биологический, Конрад Лоренц вам расскажет, что я не рассказал. Следующий вопрос. Так, Денисов. Андрей Володин, здравствуйте, спасибо за то, что вы вообще написали все эти книги, и такой вопрос, скорее, вашего масштаба, как вы в дальнейшем собираетесь, расширяете свою деятельность, собираетесь ли вы, как-то открывать какие-то сериалы в Москве, внедряться в какие-то, может, образовательные структуры. Тема очень интересная, на самом деле, важная, особенно для нашей страны и действительности, у вас по этому поводу какое видение? у меня видение не ахти. Я в целом человек такой оптимистичный, но видение не ахти. У меня нету какой-то специальной деятельности. Есть вещи, которые меня интересуют, они ложатся в основу каких-то исследований, чуть более подробных, которыми я занимаюсь. В результате этих исследований получаются какие-то продукты, этими продуктами могут быть книги, этими продуктами могут быть какие-то курсы, если вы имели в виду Академию Смысла как инструментарий и так далее, которые начинают жить после этого своей жизнью. Сейчас Академия Смысла абсолютно живет своей собственной жизнью. Ее собственные выпускники ее поддерживают ее функционирование, улучшают качество обучения и так далее. Я очень горд этим, потому что эти самые... когда ты уходишь из какой-то компании и после этого она умирает, значит, ты плохо делал свою работу. Вот. Если ты уходишь из компании и она начинает работать еще лучше, вот, гордись этим. Вот. Потому что в какой-то момент любой лидер в любой компании становится ее препятствием. Вот. И он должен меняться для того, чтобы тот потенциал, который есть, реализовался и дальше какие-то другие уже ресурсы, дополнительно подключались. Никто из нас божественной природы, к счастью, не обладает. Вот. Всем ограничены, всех у нас определенный потенциал, определенное видение и так далее. И системы должны уметь перерождаться и двигаться дальше, даже если в них не присутствует лидер в том виде, в котором, ну, как бы, как руководитель, там, и так далее. Понятно, что я продолжаю все опекать, за все беспокоиться, там, и так далее. Но я очень горжусь тому, что эта система работает сама по себе, без моего... я там не кидаю уголь в эту печку. Поэтому сейчас я всякими разными исследованиями занимаюсь. Значит, ну, что, если говорить про типологию, для меня сейчас самое важное это конструирование коллективов. Мне кажется, что это очень важно. Ну, вот, если кто читал Троицу, там, значит, описаны, соответственно, вот эти типы. На самом деле, понятно, что типы описаны в такой, как бы, немножко шаржированном виде, для того, чтобы понять, как бы, базовые наши интенции. Вот. Все мы являемся, как бы, и теми, и другими, и третьими. Вот. Просто, вот, у всего этого есть особенность, у всего этого есть специфика восприятия, потому что, в зависимости от того, какой радикал у вас более выражен, от этого зависит, как вы воспринимаете окружающую среду, как вы строите отношения, и как вы структурируете свое представление о мире, там, и так далее, и так далее. Вот. И одно из таких моих главных сейчас интересов состоит в том, чтобы понять, какое сочетание вот невротичности, истероидности, шизоидности внутри одного коллектива является адекватным для него, для функционирования, для решения задач. Потому что это самое сложное, потому что сейчас как собрать команду, это самый большой вопрос. Если вы можете собрать продуктивную команду, просто зная, какую комбинацию типов требуют использовать, вы реально большому количеству людей окажете большую услугу. Вот. Поэтому, значит, если говорить про типологию, это для меня сейчас самое существенное, ну и плюс, там есть тоже отдельный аспект, тоже связанный с типологией, это действительно восприятие, как подавать информацию людям, в зависимости от того, какому, какая у них особенность, да, превалирует, ну и вот, потому что это может влиять и на обучение, и просто на получение удовольствия от потребления осмысленной информации. Я же говорю, что чем она сложнее, тем ее все меньше потребляют, да, потребляют глупую, глупую потребляют все одинаково. Но если мы найдем способы, которые способны увлечь представителей соответствующих типов, потому что он сделан прямо для того, чтобы этому типу мышления, она схватывалась и была интересной, то мы и образовательный, и коммуникативный, значит, да, и третье, это, собственно говоря, коммуникация, это каковы правила взаимодействия с людьми с учетом того, что они действительно разные, потому что мы, из-за того, что мы разные, мы требуем разного подхода к себе, вот, и вот определение этих подходов тоже для меня важная вещь, поэтому вот по развитию вот этой как бы троицы, вот, я даже не хочу называть типологией, я хочу это скорее называть вот таким нейрофизиологическим подходом к особенностям человеческого поведения, вот, этого в эти направления. Дальше меня очень интересует все, что связано с цифрой, с нейросетями, с коммуникацией, человек с технологиями, с его восприятием технологии, там, и так далее, в этом смысле тоже большой пол исследований реализуется, вот, и мне кажется, что это очень существенно. Ну, и третье, про что я всегда думаю, вот, но тут же, понимаете, вы ухватываете какую-то идею, способную ее до какого-то места пронести, потом вам надо как бы опять откатиться назад и зайти на это же самое, немножко с другой стороны, я на самом деле сейчас говорю про мышление, вот, у меня есть такая книга «Мышление и системное исследование», которая сложилась из целого набора методологических семинаров, которые проводил в школе методологии, вот, и той исследовательской деятельности, которую я тогда проводил, и, вот, и «Чертоги разума», и «Академия смысла» это вот продукты развития этого направления мысли, вот, о том, как понимать мышление, как его, как бы, организовывать, какие у него, где у него есть потенциал, там, и так далее, вот, и это, но и сейчас я думаю про, так сказать, немножко, у меня идея другого захода, и пока идея сырая, я начал второй большой такой полуметодологических семинаров в школе методологии, вот, где мы это все как-то промышляем эту пока плохо формулирующуюся мысль, но если все это нам удастся, и это получится, то мне кажется, получится какой-то вот такой, потому что, если я раньше мышление больше описывал как некий универсальный процесс, я хочу сейчас мышление описать как ваш индивидуальный процесс, вот, ну, я не знаю, как это получится, может, не получится, вот, может, вообще, я бережу, вот, но попробуем, вот, поэтому, если говорить про мои интересы, то они не связаны с изменением общества, вот, если вы почитаете мою четвертую мировую войну, то вы увидите, что я про него думаю, вот, читайте между строк, вот, моего, там, оптимизма ноль, вот, да, вот, поэтому я не живу перед изменением мира, вот, я скорее живу продуктивными идеями, которые, как мне кажется, могут быть полезны каким-то людям, вот, что это будут за люди, как говорят в одной известной программе, покажут время, вот, я пока не знаю, следующий вопрос, вы проводите боевое крещение, нет, потому что я, потому что я, когда в юном возрасте, когда еще была, наверное, ребенком, я смотрела вашу программу, я вот это, я все жду моменты, когда мне скажут, моя бабушка выросла на ваших программе, конструктор-центриста, да, и, смотрите, мне вот это, ну, не только мне это интересно, насколько это реально вообще их выявить именно с точки зрения научного какого-то, может быть, с точки зрения не, не биологии, да, именно чтобы было как-то эффективно, потому что действительно интересно, и вопрос еще второй, можно, как, это, наверное, больше от моих уже людей, знакомых, как общаться с рефлексами? Я думал, когда прозвучало про театр, я подумал, сейчас нас ждет это, вот, да, я понял, да, значит, спасибо вам, значит, во-первых, что касается диагностики, вот, конечно, для диагностики нужна нейробиология, нейрофизиология, называйте это как хотите, значит, если мы говорим про нейрофизиологические паттерны, определяющие характеристику того или иного типа, то они следующие, значит, у нас с вами клетки нервные распределены в трех разных областях, значит, самое большое количество нервных клеток сосредоточено в мозжечке, все, у меня здесь есть правильные ответы, практически половина нервных клеток, которые есть в вашем головном мозгу, живут в мозжечке и обеспечивают, чтобы вас не трясло, вот, вот такие нужны расчетные мощности, чтобы решить какую-то, как кажется, такую простую задачу, значит, все остальное решает половина еще клеток, которые делятся на две части, примерно равные, и одна часть находится в корковых областях, и вторая часть находится в подкорковых областях, значит, это, в подкорковых областях, это ядра, так называемые, у каждого из которых свои какие-то, ну, задачи, ну, там, это бояться, это получать удовольствие, это сексом заниматься, там, и так далее, там, как бы, есть такие россыпь ядер, вот, там есть тела нервных клеток, от которых идут, нервные окончания, которые идут вверх к коре, и они с ней разговаривают, с корой, в коре, значит, есть нервные клетки, тела нервных клеток, серые клеточки, серое вещество, которые вниз идут, значит, своими путями, говорят, с подкоркой, то есть, по сути, у вас все время такая дискуссион, значит, подкорка говорит, ай-яй-яй, или ой-яй-яй, или ага-га-га, ну, там, сверху говорят, так, товарищи, пожалуйста, дважды два четыре, четыре четыре шестнадцать, и так далее, вот, и вот у вас там такая идет эта конструкция, вот, и, конечно, нейрофизиологически мы сможем, достаточно, я думаю, это скоро случится, определить, что есть люди, у которых связи между корковыми отделами и подкоркой более активны, чем между, у других, у которых между подкоркой и корой более активны, ну, то есть связи, которые идут сверху или идут снизу, вот, у кого больше снизу, те, у кого больше сверху, те конструкторы, у кого больше снизу, те рефлекторы, вот, да, ну, и возможно, вот, как бы, это же знаменитое павловское разделение, когда он разделил всех на художников и мыслителей, вот, и это точно, ну, как бы, он это разделял по понятию первая сигнальная система, вторая сигнальная система, первая сигнальная система, преимущество подкорковой структуры, вторая сигнальная система, Но он не выявлял Вот этого важного составляющего И все время говорил Что есть этот смешанный тип Но это не в том виде, в котором мы сейчас понимаем Смешанный тип Он говорил, что есть какое-то другое Что-то такое Есть эти шизоиды, есть эти стероиды А есть какие-то еще К которым он явно себя причислял Надо же было бы куда-то себя причислить Это связано Я это в троице все подробно описываю С социальностью То есть у нас есть такой вот Аналитический, чувственный тип С одной стороны аналитиста Чувственный, а с третьей социальный И это обусловлено как раз Дефолт-системой мозга, которая отвечает За всех людей, которые живут в вашей голове И Павлов, конечно, этого не мог выявить Ни экспериментально, ни по самой Логике своей научной работы Потому что он никогда не изучал Групповое поведение По этому поводу существует известная байка Значит, Кондерт Лоренс Которого я сейчас упоминал Он, значит, к Павлову относился С некоторым таким напряжением Вот, его можно понять Он очень любил животных Павлов любил их по-своему Вот, да И один из его студентов Оказавшись в лаборатории Павлова Значит, провел Этот, как его Как это, диверсию Вот, он выпустил животное из станка Ну, в лабораторной комнате У Павлова животное могло находиться Только в станке То есть оно привязанное к палкам На поручнях, там, и так далее Здесь выведены трубки, там, и так далее А там тикают метрономы Зажигаются лампочки, там, и так далее Вот, и он, значит, выпустил Этого пса, значит Ну, вот, и что вы думали Он стал делать Он побежал к метроному И стал его вылизывать Вот, значит Воспринимая метроном Как живое существо Которое ему приносит еду Вот, если бы Павлову Это стали таким образом объяснять Он бы сразу взял что-нибудь тяжелое С препаравального столика И это бы быстро и громко летело бы В голову тому, кто начал эту дискуссию Ну, вот, но, в общем, групповое Социальное поведение животных Павлов никогда не изучал Вот, и поэтому там Социальный тип от него Как бы попрятался Ну, вот, но я полагаю Что активность дефолт-системы Специфическая активность дефолт-системы Покажет, что есть люди У которых она активна по-разному Вот, по крайней мере Мы уже точно знаем, что Расстройство аутического спектра Шизофрении Вот, они дают Очень специфическую картину Работы дефолт-системы мозга Что свидетельствует о том Что вот эта склонность к аутизму Приводит к тому, что те зоны Которые отвечают за социальность Они работают по-другому И так далее Ну, вот, поэтому Если говорить про нейробиологию То я надеюсь, что достаточно скоро Мы увидим, значит, вот это все Вот, и Можно будет Определять типы Не заполняя тесты Потому что тесты всегда Имеют издержки Потому что мы Неправильно Сами себя Часто Видим, понимаем И трактуем Ну вот, поэтому Ни один из тестов Психологических Не является Даже хорошим Не говоря уже про идеальный Ну вот Но скоро всех в аппарат положат И про всех все Будут стать Ну вот Жду этого не дождусь Так успокоить наконец-то У вас какой-то вопрос Я говорю, в аппарат? Все Им аппарат говорит Все Забирайте его Вот Да Вот И если говорить про рефлекторов То Это действительно такая Очень Чувствительная Да Не обязательно Прямо эмоциональная А это очень чувствительная часть Людей Значит Если вы себе представляете Что Что такое вообще мозг Да Мозг это то Штука, которая собирает Отовсюду раздражители И она эти раздражители Проводит По двум путям Значит Первый путь Это она Заскакивает Как раз Подкорковые структуры Для того Чтобы произвести Первичную дифференцировку Там Бойся Или Не бойся Радуйся Или не радуйся И так далее И так далее Вот такой абсолютно Примитивный Первичный Отбор Происходит на уровне Подкорки Значит Это быстро происходит Потом еще нужно Как минимум 20 миллисекунд Чтобы это все улетело В кору И в коре Там дальше Это еще как-то Обработалось И уже были Какие-то дополнительные По этому поводу Выводы сделаны Вот Да И вот теперь Представьте Что у кого-то Этот первый путь Который включает Подкорку Он значительно Более Более Как бы Мощный Чем тот Который Туда Волочится В кору Вот Я сейчас Говорю про рефлекторов У конструкторов Наоборот У них Туда все нормально Залетает А здесь Тишина Такая Гробовщина Вот Да И эти Очень быстро Они сразу Они сразу Электризуются Они сразу Понимают Что-то пошло Не там Или Где Восторг Я не поняла Вот И так далее Вот И этот тип Который Собственно говоря Он просто Он быстрее Реагирует Чем успевает Подумать Вот При этом Это не значит Что это люди Глупые Вот У них Понимаете После того Как вы все Это прочувствовали Вам вполне возможно Нужно Применить Очень много Ума Для того Чтобы потом Не убить Никого И все-таки Добиться Чего вы хотите А хотите вы Сильно Потому что Как я вам Рассказывал Как раз В ядрах Все желания Живут Вот Поэтому Ну как бы Это в этом смысле Сложно Потому что С конструкторами Вроде бы Легче договариваться Они же Парни разумные Девушки Умные В общем Со всеми Можно поговорить Вот Но проблема в том Что у них Это не останавливается То есть Вы не можете Проговорить И остановиться Вот Они дальше Продолжают Думать И это приводит К роковым последствиям Ну она же Продолжает Считать Эта система Вот И она Вечно Что-нибудь В конце концов Уезжает Вот Да Поэтому Ну вот Как бы Со всеми Сложно Я думаю Сказать Я вообще Не знаю С кем Хорошо Так Следующий вопрос Там Надо Туда 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 Сходить На ту часть Мне Неловко Вот Они там Прямо Я Я Я Не Прочитала Это Много Детская Возможно У меня Этот вопрос Отпадет Но вопрос У меня Такой Если Развивать Ребенка Со всех сторон И Очень много Допустим Бороться За то Чтобы Он Не 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 Развивали За Что Мы Боремся Мы Боремся Чтобы Наши Дети Управляли Тенью Которые Механика Есть Книжки Описываются Мы Переходим В ту Часть Зала Радуйтесь Ликуйте А Еще До Конца Не Дошли До Вас Но Уже Ближе Девушка Задала Вопрос Который Я Хотела Зать Но Есть Продолжение Счастливый Ребенок И Мысличный Ребенок То Когда Человек Мысли И Озадачивается Такими Задачами В своей Жизни Мне Кажется Он Становится Немножко Несчастливым Если Вы Говорите О том Что Он Будет Управлять Другими В современном И Будущем Мере Мне Кажется Будет Нескем Поговорить Как Вы На Это Смотрите Действительно Не стоит Развивать Настолько Ребенка Чтобы Он Кем Моя Дочь Переводит Красную Таблетку На Английский Язык И Общается С Подзуток Для Того Чтобы Это Было Все Максимально Соответствовало Культуре Ей Только Исполнилось 15 Лет Мне Кажется Что Достаточно Лет Если Говорить В целом Наше Счастье В значительной Степени Определяется Нашими Генами Мы Приходим В этот Мир С Определенным Напоем Мы Не Выбираем Ни свою Шизоидность Ни свою Цезероидность Ни свою Невротичность Нам ее Дают Вот И Часто Родители Дают Такое С чем Нам Сложено Жить Потом Вот Они Сами С Привабахом И Детей Наших Мы Делаем С Привабахом Вот Поэтому Если Говорить Про То Что Счастье Напрямую Зависит От Внешних Факторов Это Не Так Вот Оно В значительной Значительной Части Зависит От Того Какие Гены Вы Передаете Ребенку Если У вас В роду Было Тяжелое Психическое Расстройство То Себя То Десятые Ну Вот То Ну Как Это Это Вообще На самом Деле Всегда Дилемма Ну Как Быть Ли Продолжать Ли Свой Род Зная Что Там У Тебя Какие То Есть В этом Смысле Дефекты Генетические В роду Вот Ну Как Бы Там Было Идея Книги Счастливый Ребенок Вот Она Состоит В том Что Надо Формировать В людях В детях Способность Получать Удовольствие И радость От того Что Они Делают Вот И Просто Какого-то Виртуального Счастья Которое Там Знаете Вот Где-то Вот Даже Мне Человеку Который Написал Кучу Книжек Про Это Неведомо Вот Может быть Я Где-то Опять же Что-то Проследил Оно Где-то Есть И Вы Меня Поправите Но Я Сам Его Не Замечал Никогда Вот Но Я могу Сказать Что Если Человек Научился Получать Удовольствие От Деятельности Которую Он Совершает Вот То Вы Имеете Постоянную Постоянный Источник Радости Вот То Как бы Вам Способность Получать Удовольствие От Того Что Вы Делаете Вот Это Ваш Спасательный Круг Вот И Собственно Говоря Счастливый Ребенок Это Счастливый Ребенок Который Получает Удовольствие От Того Что Он Делает И В книге Я пытаюсь Как раз Рассказать Про То Как Делать Так Чтобы Наши Дети Радовались Тому Что Они Что То Делают Вот И Это Ну Сложно Самому Себе Приписывать Какие То Успехи В Воспитании Собственного Ребенка Вот Я Могу Гордиться Ей Под Кучи Всяких Разных Факторов Да Вот Я Сам Еле Еле Понимаете Справлялся С Образованием Ребенок Прекрасно Лучше Американских Детей Сдает Английский Переходит На онлайновое Обучение Потому что Берет Университетские Курсы Потому что Программа Школьная Даже Из очень Хорошей Школы Калифорнийской Ей Недостаточно Ну Вот Ну Как Если В этом Моя Заслуга Вот Я Ну Я думаю Нет Да Но Я точно Знаю Что Она получает Удовольствие От того Что она делает И у нее Много Вот таких Делов Которых Она достигает Успех Сказать Сказать Что мы Вообще Все Счастливые Ходим С нимбом Нет Вот Но Мы ходим И это Неплохо Спасибо Дорогие Дорогие друзья Мы Завершим Еще пару Вопросов Потом Мы перейдем К не менее Приятной Части Это Автограф Сессия Добрый день Андрей Владимирович Хочу Поблагодарить За все Ваши книги И у меня Вопрос Про будущее Перед нами Это Как В сравнении С умной лентой Умная лента Нам Подсказывает Что Ну Там Много Что Вы Насчет Этого Считаете Мне Очень Интересно Ну На самом деле Это Сейчас Очень Модный Философский Спор Вот И Там Куча Очень Прекрасных Замечательных Философов И Чалмерс И Денет И так далее В общем Имеем Легион Прекрасным Аналитическим Философам Которые Обсуждают Этот вопрос Действительно У нас Нет Никаких Возможности Доказать Что Мы Не Находимся В симуляции И Не Являемся Компьютерной Программой Нет Никаких Шансов Сказать Что Это Не Так Правда Состоит В том Что Нет Никаких Шансов Сказать Что Это Так Никаких Фактов Или Оснований Вот Значит Эта теория Такая же Как и Бог Ну то есть Никто Ничего Про это Не знает За исключением Тех людей Которые считают Что они знают Но это Другой вопрос Вот Значит Мы Ничего Про него Не знаем Есть он Или нет Мы имеем Одинаковое Количество За и Против Потому что Мы Ничего Не знаем У нас Нет Никакого Способа Знать Это Вот Ровно Так же У нас Нет Никакого Способа Жить В симуляции Или Не Жить В симуляции И Живем В симуляции Или Не Живем В симуляции И Когда Мы Сталкиваемся С такими Вопросами Я Считаю Что Это Вопросы Бессмысленные Вы Не Можете Думать Над Вопросом По поводу Которого У вас Не Может Быть Никаких Фактов Никаких Ну то есть Ни За Ни Против Вот Кроме Того Что Кто Что Сказал Бабушка Сказала На заборе Было Что Написано И так Далее Ну то есть Была Произведена Какая-то Человеческая Деятельность Если Убрать Эту Спонтанную Человеческую Деятельность И Спонтанное Утверждение Людей О том О другом О третьем О пятом А пытаться Посмотреть В лицо Фактов То вы Не Обнаружите Никаких Фактов Которые Что Либо Доказывают Или Опровергают В рамках Этих Вопросов И Я Считаю Что Обсуждение Таких Вопросов Просто Является Бессмысленным Вы Можете Принять За Веру Вера Не Требует Фактов Вы Можете Верить Можете Не Верить И так Далее Но Это Не Вопрос Обсуждения Это Все Что Обсуждать Любовь Вот Я Кого Нибудь Люблю Давайте Это Обсудим Но Я Сам Если Начну Обсуждать Я Могу Передумать Понимаете Почему Потому Что Это Вопрос Никак Не Относится К Фактологии Он Просто Относится Что Сложилось Так Если Кто То Верит Кто Не Верит Кто В Симуляции Кто Не В Симуляции Кто Любит Кто Не Любит Ну Как бы Просто Посочувствуйте Всем Следующий Вопрос Ну Понимаете Тут Во первых Мы про Сновидения Знаем Чрезвычайно Мало Мы Про Них Очень Много Любим Разговаривать Но Никто Ни Разу Не Видел Сновидений Их Про Них Только Рассказывают И то Рассказывают Уже Пробудившиеся Что В общем Является Самым Большим Загадкой Почему Пробудившиеся Знают Про то Что Ему Снилось Одна Из Конструкций Одна Из Теорий Формирования Сновидений Которые Мне Очень Нравится Я Считаю Ее Оправданной Это То Что У Нас Мозг Прорабатывает Большое Количество Информации Которая В него Загружена Которая Для него Подимали Причинам Актуальна Он Крутит Провертит Архивирует Вынимает Перекладывает Его Обычное Дело Он Постоянно Любит Играть В этот Конструкт Белека И вот Он Так В разных Местах Это Все Делает И В какой-то Момент Вдруг Просыпается Сознание Мы Даже Знаем Как Это Происходит Какие Зоны Начинают Вдруг Резко Одна За Другой Дин 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 И Вы Открыли Глаза И Вашему Сознанию Носу Предъявляется Несколько Обычное Настроены Вы Подумали Что Кто-то Сошел С ума Ну Не Бывает Чтобы Это И Это И Это Было Одновременно И Дальше Ваше Сознание Большой Искусник По Созданию Истории Из Ничего Берет И Складывает Это В Такую Ну Какую То Историю Было То Пошли Туда Сделали То Ну Немножко Странно Как Ну Так Не Кляется Вот Так Если Подумать Ну Ну Приснилось Ж Вот И Я Просто Думаю Что Это Как В Калейдоскопе Знаете Вы Его Крутите Там Стекляшки И В Круглевый Момет Можете Остановиться И Увидеть Какая Красивая Картинка На самом Деле Сознание Проснулось Ему Надо По Этому Поводу Иметь Мнение И Оно Складывает Весь Хлам Вот Такую Конфигурацию Говорит Какие Сны Какие Сны Вот Да Поэтому Ну Вот Что Я На самом Деле Думаю Основидение Я Не Могу Это Не Доказать Не Опровергность Мне Просто Кажется Что Это Единственное Ну Какое Здравое Как Понимание Снов Ну Вот Поэтому Я К Нем Отношусь А Так Это Вообще Просто Обычная Работа Мозга У Вас Есть Доминанты Да То есть Вы В течение Дня У вас Падает Какая-то Информация И она Падает На Болезненную Почву Болезненная Почва Это Ваши Неудовлетворенные Потребности Это Ваши Всякие Разные Страдания Ваши Фрустрированные Ожидания Там И так Далее И так Далее Из этого Месива Родится Бульон Который Значит Надо Как-то Покрутить Повертеть И желательно Слить Оптимально Было бы Вот это Все Как-то Сливать И двигаться Дальше И Мозг Он Занимается Тем Что Он Пытается Как-то Все Уложить Чтобы Все Прекратилось Наконец И он Это Все Крутит Когда-то Получается Когда-то Нет И Сон Просто Конструкция Когда-то Крутится Абсолютно Без Вашего Ведома Так-то Во время Бодрствования Вы тоже Время От Времени Как-то Западаете Куда-то И Как-будто Вы Видите Сон Ну Вот Вы Так Читаете Книгу Сейчас Я думаю Ну Читаешь Книгу Переворачиваюсь Так Ты Очевидно Читал То есть У тебя Глаза Бежали По Строкам Там И Так Далее И Ты Не Спал Да Но Ты Не Был Как Был В Сознании Потому Что Ну Ты Должен Знать Что Там Было В В Читать Там Вот Видеть Сон И Мы Так Ух Потом Обратно Ух На самом Деле Просто Мозгу Надо Поработать С информацией Которая В нем Есть Никакой Хитрости В этом Нет К счастью Мне Сны Не Снятся Поэтому Я Вообще Не Понимаю Про Что Вы Рассказываете Так Ну Что Спасибо Большое Спасибо Благодарим Андрея Крепатова Благодарю